Добрый вечер. Я должен напомнить о том, что сегодня в Израиле был серьезный теракт. Сегодня, вчера вечером. И, конечно, мы с молитвой и за выздоровление раненых и с великим сожалением о убитых. Это как бы, ну, я даже не знаю, как сказать это. Нету здесь слов. И хотелось бы, чтобы хотя бы в какой-то степени, ну, хоть незначительной степени наши занятия, наши духовные усилия повлияли на общую обстановку. Я думаю, что это действительно так происходит. Думаю, что стремление к духовности, оно имеет свое действие, воздействие, если даже не прямым образом, то таким опосредованным образом. Вот мы с вами изучение Торы пророков никто не отменял, его нужно продолжать. И поэтому мы с вами открываем, прежде всего я хотел с вами посмотреть 28 главу «Отношение пророка к соблюдению заповедей». А затем, возможно, вернуться к 60 главе, там, где пророк, там, где Ишайяву говорит о свете и о будущем свете, который начинает раскрываться в Израиле. И 28 глава начинается словами «Горе тебе, венец гордости пьяных сынов Ифраима». Мы представляем себе, что в Ифраиме, в Северном царстве был утрачен путь, было утрачено направление, были утрачены цели. По крайней мере, это важно для пророка сейчас. Не то, что отошли от соблюдения заповедей, а то, что утратили те цели, которые стоят перед народом, перед народом Израиля. Одну секунду, ты можешь убрать в Орде показ невидимых значков. Да, да, да. Конечно, да. Спасибо. И пророк говорит об этом с людьми, с важными людьми, с теми, кого он пытается наставлять, как это и положено пророку. Да, да. И в речи запинающийся языком чужин будет он говорить с народом этим, о котором он сказал, вот покой дайте, отдых усталому, и вот отдохновение. Но они не хотели слушать. И стало для них слово Бога повелением за повелением, повелением за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли и споткнулись, и упали назад, и разбились, и попали в ловушку, и были пойманы. Поэтому, слушайте слово Бога, люди, глумящиеся правители города этого, которые в Иерушалайме. О чём здесь речь, о чём эти загадочные слова, которые на иврите звучат как «кавли, кав, цавли, цав», «заир по», «заир шам», немножко черта здесь, немножко указания здесь, и чуть-чуть здесь, и чуть-чуть там. Здесь очень важная тема, как и большая часть тем зашифрована в тексте пророка, и можно раскрыть её как бы так, несколько оторвавшись от текста, чтобы затем к нему вернуться. Дело в том, что соблюдение частных заповедей, таких как Суббота, Тфилин, Талит, Кашрут, они не решают проблемы народа. Есть заповеди, есть заповеди глобальные. Это, как мы с вами можем представить, завоевание земли, утверждение власти, основанной на идеях Торы и на законе Торы. Не нужно здесь пугаться и не нужно говорить там о государстве, как в Иране. Имеется совершенно, есть разобраться, имеется в виду совершенно другое. Часто и религиозные сами люди не представляют, о чём идёт речь, когда идёт речь о государстве закона Торы. Это как бы отдельный момент, но сейчас в качестве примера возьмём это заявление земли Израиля. Это и служба в армии как защита жизни сыновей Израиля. И есть ещё один пласт, который не решается такими проблемами, как цицид и Тфилин. Это, так сказать, политика государства или, иными словами, можно сказать, его курс, вектор, направленность, заключение союза с другими государствами. Умение сказать своё слово на политической арене, понимание тех задач, которые стоят перед народом Израиля. Отстаивание своего права. То есть дух, я бы сказал, дух народа, который должен иметь как бы своё слово, своё выражение на политической арене. Раф Кука пишет, что мы оставили, как бы люди Тора, оставили политику, частью от желания, частью и по собственному выбору, а частью и вынужденно. Он имеет в виду тот период, когда власть в конце второго храма стала злодейской. И здесь участие людей Торы, Мудрецов Торы стало незначительным, хотя и не нулевым, но незначительным. В стране Раф Кука говорит о внутренней политике, об утверждении духа Торы внутри страны, а есть ещё и внешняя политика. И опять же для Раф Кука в другом его высказывании построение государства – это наше возвращение в международную политику. Или, скажем, привнесение своего слова, привнесение своего духа в международную политику или в диалог между народами и нациями. То есть есть пласт частных заповедей, он совершенно обязательный, он строит человека, он даёт ему основы, он строит и скрепляет семью. Он позволяет ему духовное развитие каждому человеку, духовное развитие, которого он не может достичь без исполнения частных заповедей, или когда он их пренебрегает такими заповедями, как субботы и праздники, молитвы и так далее. Но опять же здесь нужно понимать, что все эти заповеди решают проблемы на определённом уровне, а на определённом, на уровне народа эти заповеди, данные каждому человеку, они не решают проблемы. И вот если мы немножко с вами это представили, то мы можем представить себе пророка, который обращается к мудрым людям в Иерушалахе и говорит им о том, что кроме того, чтобы воспитывать людей в духе соблюдения заповедей, тоже частных заповедей, нужно ещё в народ вдохнуть дух и думать об исполнении заповедей больших и великих, и прислушиваться и слушать голос истинных пророков. Мы можем заметить, для того, чтобы доказать нашу мысль, мы можем заметить с вами, что повеление пророка, в принципе, оно выше, чем частные заповеди. То есть человек, получивший повеление пророка, противоречащий частным заповедям, обязан исполнять повеление пророка. Пророк не может отменить заповеди, он не может прийти и сказать, что то ли нет такой-то заповеди, или с этого момента эта заповедь не соблюдается и так далее. Но в частном порядке, на данный момент, для данной ситуации пророк может отменить ту или иную заповедь. И вот, когда он говорит подобные вещи, когда он говорит о том, что есть дух в народе, и что этот дух, так сказать, был предан, и приводит в пример Северное Царство. Там, конечно, соблюдение заповедей было не очень-то, так скажем, на высоте, но он не говорит об этом сейчас, он говорит о духе, о направленности страны, о ее политике, о том, чем как бы страна дышит. В ответ он слышит, кого он учит по знанию и кому разъясняет услышанное пророчество. Младенцев, отвлеченных от молока, отнятых от груди. Что он нам здесь говорит? Мы что, маленькие дети, что он нам говорит общие вещи, излагает нам общие вещи. Мы люди взрослые в том плане, что мы подробно учим заповеди, мы подробно изучаем Шухана Рух, а он как бы приходит к нам с книгами пророков и начинает говорить о каком-то будущем свете, который когда-то в будущем раскроется, начинает говорить об общих идеях. Пусть он говорит об этом с младенцами, которые не способны еще учить подробно заповеди. Наше дело – это изучать подробные заповеди во всех ее подробностях через Шухана Рух, через Тур, через Рамбама, через комментарии на Шухана Рух и так далее. Это и есть глубина Туры. На это обратил внимание, на то, что такой подход доминирует, обратил внимание вильнюсский Гаон. И он сказал, что прежде чем человек углубляется в гемару, в талмуд, в котором есть и есть общие идеи, безуклонно есть и общие идеи, и общие заповеди, но основная его часть посвящена частным заповедям и подробному разбору и спорам о том, как следует исполнять частные заповеди, прежде чем углубиться в талмуд, человек должен проработать книгу Кузарей, в которой даются все философские основы. Какие в основном философские основы даются в Кузаре, там не приводится подробное рассмотрение частных заповедей, там приводятся общие идеи. В Кузаре звучит призыв вернуться в землю Израиля. Кузаре объясняется, что человек, который отправляется в землю Израиля в то время, когда это опасно, он не поступает неправильно, потому что есть заповедь завоевания земли Израиля, а война предполагает риск для жизни. И эта заповедь лежит на каждом. И заповедь заселения земли Израиля, она неотделима от заповеди завоевания земли Израиля. Обо всем этом говорит подробно Кузаре, то есть уделяет много внимания заповедям, условно говоря, общим. Мы привыкли к тому, что об этом говорил вильнюсский Гаон. Он видел эту проблему. И, скажем, взрослые люди должны заниматься выяснением подробностей заповедей, талмудом, пилпулям, спором мудрецов, общие вещи, которые, условно говоря, есть книга пророков, пророческих книгах, а может быть и неусловно, дух пророков – это для маленьких детей. Пусть он разговаривает с ними об этом, так как они еще не способны подробно учить заповеди. И они говорят, ибо повеление за повелением – не надо общих идей, не надо духа, ибо повеление за повелением в этом и заключается как бы смысл изучения Торы и смысл соблюдения заповедей, повеление за повелением, цабли, цабли, здесь в скобках можно заметить, что есть здесь игра слов. Я учился и продолжаю учиться у профессора Демскому, специалисту по истории, и в частности его особая специализация – это шрифт, это письмо, написание. Так он утверждает, что здесь есть игра слов, что цабли, цаб, кавли, кап, здесь, как сказать, цаб – это слово, это повеление, но он говорит, что это записано как цадивав, и так раньше писали название букв, как мы сегодня говорим цадик, раньше говорили цаб, как мы сегодня говорим кув, раньше говорили кап. И здесь вот есть такая игра слов, что ему отвечают, что повеление за повелением, и направление как бы за направлением, но понемножку, не твои глобальные идеи, а внутри как бы звучит, что как бы насмешка пророка, что они говорят, как говорят дети, которых только что учат писать. Но это замечание в скобках, это, может быть, здесь не самое главное. Мы вернемся к основной идее повеления за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там, и не надо нам глобальных идей, ибо речью запинающейся языком чужим будет он говорить с народом этим. Язык чужой, язык непонятный. Это не обязательно должен быть иностранный язык. Это иврит, только он говорит о таких вещах, которые как бы звучат на чужом совершенно непонятном языке. Он запинается, потому что не может ясно изложить идеи, над ним смеются, над Ишаяху. А ему трудно говорить с людьми, которые его не понимают. Ему трудно говорить с людьми, которые не понимают высоких идей духовных сущностей. Они это не учили. Они не учили пророков, языка пророков. Они не учили структуры духовных миров. На, так сказать, метафизику, которая заложена в Торе. И он начинает с ними говорить, ему трудно. И он повторяется, и он запинается. И это то, что говорят пророку, когда он пытается сказать, что есть среди заповедей и повеления. Это определить дух, придерживаться духа, духа Всевышнего, который передается через пророков. Искать то направление, по которому должна двигаться страна, и как она должна строить свои взаимоотношения с другими странами. Например, такое, то, что звучит в Торе. Народ будет сидеть, жить, проживать отдельно, и среди народов он не будет числиться. Фактически, в общем-то, это повеление Торе. Только, может быть, оно не конкретное, но это повеление Торе, что народ Израиля должен сохранять себя, должен быть независим от влияния других народов. Он не должен воспринимать чужие культуры, а должен влиять, не должен находиться под их влиянием, а должен влиять на других, не впитывать идеи идолопоклонников, а распространять идеи о едином Боге. Это заповедь. Эта заповедь также предполагает, что не нужно искать защиты у народов мира, и не нужно заключать с ними союзов. Это могут быть торговые союзы, это могут быть самые разные договоры о техническом сотрудничестве, технологических разработках, пожалуйста, что угодно, но не договор такого плана, что ты приди мне на помощь, ты защити меня, а я тебе буду за это платить в том или ином виде за твою защиту. Я буду у тебя слугой, ты будешь басалом, а ты мне будешь покровителем, ты мне будешь диктовать, а взамен я получу твою защиту. Такой договор неприемлем. Народ сидит один и живет один. Другим кажется, что он один, он один без других народов, он удостаивается поддержки Бога, поддержки Всевышнего. И мы можем с вами представить себе, что, как мы с вами говорили о царе Хискиягу, что проблема его была в том, что он не смог представить будущего времени, так сказать, захотеть этого будущего времени и не смог воспользоваться результатом чуда. Мы понимаем, что здесь речь не идет о праведности царя как человека, потому что Хискиягу был величайшим праведником. Безусловно, он и накладывал твелин, и заворачивался в Толин, и придерживался Кашута, и вел скромный образ жизни. Безусловно, это можно сказать про него, вплоть до того, что он и не устраивал пиры, а все то, что он мог потратить на большие трапезы, все эти деньги он отдавал в храм. Все это было при нем, величайший праведник. Но не хватило одного момента, не хватило понять, что Всевышний подвел мир к новой ступени развития или, как мы с вами говорили, к раскрытию нового света. И здесь, когда нет желания, нет понимания, то некому как бы и воспринять этот свет. Если хотя бы один человек может воспринять этот свет, то дальше за ним потянутся другие, и таким человеком должен был быть Хискияву, не получилось. То есть мы видим, что далеко не всегда разговор идет о формальных заповедях, и приходит пророк. И мы представляем себе людей, людей высокой праведности, сидящими за умными книгами, занимающимися пилпулем. И пророк говорит им, ну а что со страной? Что со страной? Кто будет помогать строить внутреннюю и внешнюю политику? Кто будет задавать направления? Кто будет искать вот этот дух, дух Всевышнего, который ведет народ, то это все будет делать. Ну, да, ты с нами говоришь о каких-то великих вещах, да, а все строится на, а все строится на мелочах. Все строится на том, как человек, как человек строит свой день, как человек строит отношения в семье, как он соблюдает те заповеди, которые на него возложили обязанности соблюдать Тора. И мы можем представить себе, что этот разговор как бы он, давайте прочитаем еще немножко, и стало для них слово Бога, обратите внимание, и стало для них слово Бога повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта, черта за чертой. И как они хотели, так и получилось. Слово Бога, великое, дух Бога, он свелся к маленьким частным заповедям и к маленьким таким жизненным ходам, как построить Ишиву, что в этой Ишиве изучать, что в этой Ишиве изучать, это важно, важно, все, я не хочу пренебрегать этим, но к этому все свелось, этим все ограничилось, и в этом все слово Бога, все, что он нам заповедал, и то, к чему он нас призывает, и больше ничего, и больше ничего. Немного тут, немного там, чтобы они пошли, и споткнулись, и упали назад, и разбились, и попали в лобовку, и были пойманы. Всевышний ведет человека по тому пути, который он выбирает, и, естественно, что он помогает найти правильную дорогу, но когда выходит на такой путь, о котором говорят, авера, гурерит авера, преступление влечет за собой преступление, и это не только воровство влечет за собой воровство, и Дани Кашернова влечет за собой, и Дани Кашернова, неверные представления о мире влекут за собой неверные представления о мире и не позволяют развиваться. И это становится спотыканием, то есть невозможно продвигаться вперед. А когда невозможно вперед продвигаться, к сожалению, есть и падение, потому что нельзя стоять на месте, не бывает стояния на месте, и разбились, попали в ловушку, и были пойманы. В качестве можно привести целый ряд примеров. Возвращение в землю Израиля, оно не было воспринято как дух Бога, слово Бога, повеление Бога, которое раскрывается в мире, то есть возможность возвращения в землю Израиля не была воспринята глобально говоря, я не говорю отдельно, но значительной частью религиозного мира она не была воспринята. И идея была такова, что лучше заниматься частными заповедями, потому что это наверняка. А если кто-то, если кто-то переезжает в землю Израиля или начинает заниматься сионимским движением, то есть большая вероятность того, что он отойдет от заповедей, я это слышал и не только о том, как бы старом добром времени, я слышал это и о сегодняшнем Израиле, и это привело, я бы сказал, если так можно сказать, привело к тому, что люди, которые не связаны с частными заповедями, люди, которые не связаны с частными заповедями, они оказались более широкого, скажем, взгляда на вещи, более чувствительны к слову Бога, хотя, может быть, четкой веры в Бога у них и не было, я говорю о Герцеле, я говорю о Жаботинском, как о примере, они поняли дух, они поняли те задачи, которые стоят перед народом, глобальные, которые фактически являются заповедью, только заповедью не частной, а глобальной, общей, которая, в общем-то, лежит на каждом человеке, но как все большое, это трудно осознать, да, вот, и, скажем, да, и здесь получилось то, о чем говорит Ишаялу, к великому сожалению, то, что совершенно необязательно должно быть, да, но мы изучаем пророка, и мы говорим о тех проблемах, которые он выделяет, он говорит, что частный, что подход такой к Торе, когда есть частные заповеди, да, которые возложены на каждого человека, на семью, на общину, и больше ничего, да, этот подход приводит, но в лучшем случае к отступлению назад, не дает возможности развиваться, и попали в ловушку, и были пойманы, и таких примеров очень-очень-очень много, да, вот, скажем, да, то есть есть то, что на иврите называется, я бы сказал, ца ва ша, да, приказ, приказ времени, иными словами, глобальная задача, которая стоит перед народом, в это время, не говоря об общих целях, а в общих задачах, да, сейчас стоит какая-то задача перед народом, ее нужно исполнять. Так скажем, после войны, после шестидневной войны, да, перед народом стояла задача заселения территорий, и она с трудом была, с трудом была осознанна, осознанна была людьми широкого мышления, так скажем, людьми национально-региозного лагеря, и то не всеми часто нужно представить себе, что, скажем, в последние столетия, я бы сказал, последние 200 лет, вот этот дух осознания глобальных заповедей, которые стоят перед народом, он исходит снизу, а не сверху. От людей, вполне возможно, людей не обязательно, чтобы они не соблюдали заповеди Тора, совершенно не обязательно, это, скажем, Жаботинский герцог, это пример, и есть, вот, скажем, заселение территорий, это пример людей, глубоко религиозных, глубоко верующих, но которые мыслили широко, видели руку Всевышнего во всем произошедшем, и спрашивали себя, а что мы должны сделать теперь, сейчас, когда вся эта земля отошла к Израилю, находится под властью государства Израиля, что мы должны делать? Понятно, что мы должны сделать? Заселить ее, потому что в противном случае она уйдет у нас из рук, выскользнет она из рук. Это еще один пример глобального, скажем, глобального мышления, и в данном случае это мышление людей, которые прекрасно соблюдают все заповеди, тфелин, талит, цицит, кашрут, суббота, праздники, но, тем не менее, обладают глобальным мышлением в плане заповедей Торы, что есть глобальная заповедь Торы, возложенная на весь народ, о котором он сказал, и речью запинающимся языком чужим будет он говорить с народом этим. Я, когда читаю эти строки, я прямо вижу Ешаягу, который стоит перед людьми, которые не хотят его понять, и он должен им, как пророк, сказать, но у него не хватает слов для того, чтобы с людьми, которые не готовы разговаривать на такие темы, чтобы им что-то сказать, выразить мысль, и он действительно запинается. С народом этим, о котором он сказал, он здесь надо было бы, вот я поправлю с большой буквы, у меня с маленькой, я напишу с большой, о котором он, Всевышний, сказал, вот покой, дайте отдых усталому, и вот отдохновение, и вот отдохновение. Но они, здесь вам нужно было бы сказать, тоже не, но нужно было бы написать, я вот прямо при вас переправлю, и они не хотели слушать. ответ такой, что Всевышний сказал, Всевышний сказал, соблюдайте заповеди, и все будет в порядке, и вы будете жить спокойно, я дам вам покой, когда вы будете соблюдать заповеди, те частные заповеди, которые на вас возложены, это ответ этих людей, да, вот, дайте отдых усталому, устали мы, да, от всей этой, всей этой борьбы, внешней, внутренней политики, да, мы возвращаемся, мы возвращаемся к соблюдению частных заповедей, и все, да, и они не хотели слушать, да, и стало слово, и для них слово Бога, и так далее, да, вот, как мы с вами говорили, что Всевышний ведет человека по тому пути, по которому он хочет идти, после того, как пытается поставить его на правильный, на правильный путь, да, нужно, поэтому слушайте слово Бога, люди, глумящиеся, правители народа этого, который в Ярушалайме, шалайме, а, ну вот, ну вот, ну, я вот здесь так, Так, возьмем вот этот еще момент, результат, скажем, того, что происходит, он говорит, Ишаял говорит так. Ибо коротка будет простыня, чтобы вытянуться на ней, и узко покрывало, чтобы завернуться в него. Это такой образ такой, когда вы захотите прилечь отдохнуть, вдруг окажется, что, скажем, одеяло, оно короткое, и им не прикрыться. Так же, как в жизни не прикрыться вашими частными заповедями, так же и не прикрыться вашими частными, так и вам и не удастся отдохнуть под одеялом, потому что оно окажется коротким. Пророк здесь говорит и о справедливости, и сделаю я суд мерилом, и справедливость весами, потому что, скажем, утверждение справедливости – это тоже непростое дело, и можно сказать, что это, в общем-то, есть глобальная заповедь. Мы сейчас попробуем представить себе не случайно здесь суд и выделен отдельно, а справедливость выделена отдельно. Потому что для того, чтобы построить общество, часто недостаточно того формального закона Торы, который, скажем, записан в Торе и в книгах закона. Недаром, не случайно царь называется судьей, потому что на царе лежит обязанность утверждать те законы, которые необходимы в данный момент, в данное время, утверждая не только суд, но и справедливость. Мы помним просто, и это также один из моментов, который остается, в общем-то, непонятным, что есть суд Сангедрина, суд Торы, можно сказать, соответствующий формальному закону, а есть суд царя, который призван утверждать справедливость или, иными словами, высокие моральные нормы. Мы помним с вами историю, как пример, помним историю про Данида, когда к нему приходит пророк Натан и говорит, что, рассказывает ему притчу, вот есть человек, который забрал последнюю овцу для того, чтобы приготовить трапезу своему гостю, забрал ее у человека совершенно бедного, да, который еще к этой овце относился как к члену семьи, да, некому ему как бы было поговорить, кроме, кажется, с этой овцой. И Давид произносит суд, Дин Магедгу, да, он достоин смерти. И он не шутил, да, царь может, да, за непристойные поступки, да, недостойные поступки, которые с точки зрения Торы не предполагают тяжелого наказания, он может наложить тяжелое наказание для того, чтобы установить мораль и справедливость, справедливость. Вот трудно как бы скрыть все пласты, которые здесь заложены, да, но я думаю, что мы как бы с вами основную... Я думаю, что основную идею мы с вами как бы здесь усвоили. Вот, и, скажем, я здесь остановлюсь на немного, для того, чтобы мы с вами могли обсудить эту тему. Вот, я не знаю, удастся ли нам начать следующую, посмотрим. Давайте пока, если можно, давайте вопросы, обсуждения, возражения, да. Вот, я почему взял эту тему, ну, во-первых, очень трудно идти по Ишаягу подряд, да, скажем, да, не все понятно, не все можно изложить, да, вот, и потому что мне кажется, что эта тема очень важна и для нашего времени, и для понимания в Израиле. Все, я замолкаю, слушаю ваши вопросы. Анастасия, можно вопрос, да? Да, да, пожалуйста. Смотрите, пророк обращается через... напрямую к народу, или все-таки через ангендрин, через какую-то элиту, которая потом поддержит его и пространит. Такова, так сказать, иерархия, скажем так, пророческая. Я думаю, что... Атан, извините, я дополню. Атан пришел, это он все-таки к Давиду сказал. Да. И Давид его простил. Да, так это надо было быть Давидом, чтобы простить. Ведь не каждый, наверное, так сказать, царь простил бы такую ясную и обвинительную, скажем так, пророчество. И, скажем, да, вопрос правильный, да. Реалии представить себе очень трудно, но можем попытаться, да. Безусловно, скажем, да, у Ишаягу особое положение, да. Он человек царского рода, да, из рода Давида, родственник царя, да. И он может себе позволить такие обращения, да. Он, скажем, у него при таком прямом обращении, да, он человек очень требовательный, Ишаягу, да, у него возникает конфликт с Кискиягу, праведником. Они несколько лет не встречаются, да, не разговаривают напрямую. И потом у них есть разногласия, в которых Ишаягу не всегда бывает прав, да. Вот, скажем, это то, что вы говорите, как бы о соблюдении суборгинации. Закон предполагает, что, закон, скажем, Торы предполагает, что пророк не обязан отдавать дань уважения царю. Царю полагается отдавать дань уважения. Неуважение к царю может повлечь за собой смертную казнь, оскорбление царя, да, потому что это дело государственное. Но пророка это не распространяется. Как бы с точки зрения Торы пророк не обязан отдавать уважение царю. Как это было практически, трудно себе представить. Опять же, можно подчеркнуть, что Ишаягу, у него особое положение, у других пророков такого не было. Скажем, да, Еремьягу, который пророчествовал через лет 120 после него, его гнали, прогоняли. Был период, когда он был приближен к двору тоже царя Ишиягу, и мог пророчествовать, и мог говорить царю, если не тяжелые вещи, то указывать на его недостатки. Потом, позже, при царях-владеях его гнали, бросали в яму и так далее. То, что вы говорите через Сенгидрин, то мы обсуждали, что Рамбам говорит, что пророком считается человек, который был признан пророком Сенгидрином. Но у Рамбама есть несколько моментов, можно привести несколько примеров, когда он дает формальный закон, который практически не применялся. То есть, ну вот, Ишаягу должен был прийти в Сенгидрин и сказать, у меня было пророчество, вот проверьте, я пророк. До этого никогда не было, практически. Пророка признавал народ, как бы его слово, он был известен как пророк. Также Ишмуэль никогда не ходил в Сенгидрин, не говорил, да, вот я сейчас сделаю чудеса, вы утвердите меня пророком Рамбама. Рамбама – это как бы галаха, да. Практически так не было. То есть, прямое обращение к народу, прямое. Он мог, пророк, обращаться напрямую к народу, мог пророк обращаться к царю. Да, у пророков были, скажем, в Северном царстве, у пророков были задачи учить народ, утверждать суд. Так у них была масса учеников. У Ильяву были тысячи учеников, которых он посылал для того, чтобы они учили народ. То есть, скажем, деятельность пророков, она очень разнообразная. И пророчество, как явление или, скажем, как послание Всевышнего, оно очень разное. Может быть, так и так, может быть, напрямую. Может, через своих учеников. Он, Ильиша, для того, чтобы помазать Еву на царство, он отправляет своего ученика, пророка Йона. Не хочет, не может, не должен сам идти, действует через его ученика и так далее, скажем. Это все зависит от ситуации. И формальный закон он всегда не определяет. Вот мы говорим, что пророк может получать царя. А вот при царе Иоанше, как вы знаете, пророк Схарья начал получать народ и царя в храме. Его прямо в храме убили. Что считается большим преступлением с точки зрения Всевышнего, так сказать, большим преступлением для народа. Убийство пророка еще в храме. Так что жизнь, она как бы очень такая сложная и разнообразная. Кому здесь обращается Якиша Ягу? Безусловно, он обращается к мудрецам Торы, от которых, скажем, зависит изучение Торы, дух Торы в его поколении. Естественно, что имена их не названы. И нам остается только представлять себе эту ситуацию. Но то, что важно для нас, иногда ситуация непонятна. Но послание через века на все поколения, оно очень-очень даже понятно. Это то, что можно сказать по этим вопросам. Спасибо вам. Окей. Что-то еще хочется спросить, сказать, возразить. Окей. Ну, хорошо. Равзиев, добрый вечер. Да, пожалуйста. Да, добрый вечер. Пожалуйста, да. Слышно, Равзиев? Да, я слышу очень хорошо, да. А вот я хотела такой вопрос задать. Может быть, это не по этой теме, но, может быть, и по этой. О пророчестве. Было ли в какой-то книге у пророков о том, что оно исчезнет, пророчество, и Ермиягу, и в Иоэле говорится о том, что снова возобновится. Вот эти стихи о том, что не будет больше каждый учить ближнего своего, каждый брата своего. Это говорит о том, что будет пророчество. И в этой же теме хотела бы узнать, а как снова будут пророки в народе Израиля? То есть Машеха же должен именно пророк помазать? Или кто он? Как можем пытаться ответить на этот вопрос? О том, что пророчество уйдет во втором храме, говорит Сахарья в первой главе. А пророки вечно ли будут они? То есть он намекает о том, что пророчество сойдет на нет. Пророчество обязательно должно вернуться в том или ином виде, так как оно является неотъемлемой частью нашего существования. То есть, как сказать, скажем, мы родились с пророчеством, мы живем с пророчеством, и не было у нас такого периода, когда не было пророков, кроме периода изгнания и возвращение пророчества, по крайней мере, скажем, если вы ищете намеки в пророках, и правильно, я сейчас попытаюсь как-то сообразить, но для мудрецов, которые видели, думали о будущем народа и видели наступление будущего времени, было совершенно очевидно, что пророчество должно вернуться с возвращением народа на родину, должно вернуться пророчество. Мы с вами, может быть, несколько раз говорили, что у Рав Кука был ученик Рав Назир. Рав Назир, его называют Назир, потому что он соблюдал законы Назирута, по крайней мере, насколько это возможно. Это как бы не такое настоящее соблюдение, которое требует очищения от ритуальной нечистоты полностью. Но, тем не менее, он соблюдал так, как можно, так в наше время, соблюдал закон Назирута. Почему? Потому что он готовился к восприятию пророчества. Он считал, что сила пророчества вернется и должен быть человек, вот как мы говорили про Хискиялгу, должен быть человек, который поймет и воспримет новый след. Так и Рав Назир, он говорил о том, что вернется с сила пророчества, и кто-то должен ее воспринять. И он готовил себя к восприятию пророчества. И готовил не только соблюдая, условно хотя бы говоря, соблюдая закон Назирута, он готовил себя и изучением. Каким изучением? Он прежде всего проанализировал всю еврейскую философию, всю еврейскую философию, так как считал, что для перехода, как бы для усвоения понятий пророчества нужно иметь философскую базу. Если бы кто-то спросил мое скромное мнение, я бы согласился с ним полностью. Он написал книгу Коля Небуа, в которой он приводит анализ еврейских философов, то есть тех мудрецов, которые посвятили свое время философским исследованием. И в этом он видел подготовку к восприятию пророчества. Значит, должен ли пророк помазать Машиеха и так далее? По идее, да, как бы, да, потому что пророк нужен для того, чтобы помазать царя. Да, да, вот, но мне представляется разговор о том, как это конкретно будет, он мне представляется просто безосновательной спекуляцией, потому что все эти вещи, будущее, оно конкретно как-то не расписано, не прописано и не определено, не определено, и это мы с вами чувствуем, иначе бы мы получали бы с вами ссылки, вот у Рамбама сказано так-то и так-то, да, вот, а у того-то сказано так-то и так-то, что пророк раньше Машиеха и так далее, да, вот, но у нас нету этой литературы, нету этой понятии в том же пророке, в том же пророке Ишаяху, может быть, мы еще к этому вернемся, говорится, да, день общения в моем сердце, день общения как наступление нового времени, почему общение, то отмещение тоже нужно разобрать, сейчас не будем это разбирать, но в моем сердце и в Гемаре говорится пуми ли, либо логали, уста, либо ли пуми логали, сердце устам не открыло, как бы такой образ, что у Всевышнего говорит, у меня на сердце этот день, да, и, как говорит Гемаре, даже ангелам я не рассказал, как он наступит и когда он наступит и каким образом он наступит, поэтому то, что нам нужно, то, что имеет смысл, то, что имеет значение, это пытаться представить себе дух Всевышнего как задачи, как задачи народа на данном, на данном этапе, на данный момент, да, и двигаться, двигаться в этом духе. Это и заповедь, и большое счастье быть соучастником преобразования, преобразования мира, можно как бы громко сказать об этом, да, быть соучастником преобразования мира, это большое и заповедь, и большое счастье. Разговор о том, да, как это будет конкретно, сначала придет Машех, а потом он соберет всех оставшихся, и поэтому пока не пришел Машех, нельзя ехать в землю Израиля, да, это все чистой воды спекуляции, да, мнения, которые ни на чем не основаны и не могут быть основаны, потому что конкретные, как бы, конкретные ступени будущего, они не неизвестные и они непонятные, да, Машех раньше, пророк раньше помажет, а где он возьмет, где он возьмет масло, которым помазать, да, где он, и так далее, все это, да, все это спекуляции. Гораздо лучше подумать о том, да, какие задачи стоят перед народом сейчас, на сегодняшний день, что можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию и двинуться вперед, не пренебрегая частными заповедями ни в коем случае, да, вот, потому что они строят человека, они строят семью, да, вот, и на каком-то уровне строят общество, да, вот, это то, что, то, что можно, как бы, представить себе. Можно, дополнить. Спасибо, Равзи. А можно, вот, я еще, ну, чтобы закончить, а вот именно пророки Ирмиягу и Эль говорят о возвращении пророчества в народе Израиля, вот, стих, ну, вот, 31-33, это Ирмиягу и Эль в этой главе, или это о другом каком-то... Что человек человека не будет учить Тори, да? Да, это возвращение пророчества, или это о каком-то другом? Это возможно, что это о возвращении пророчества, или можно даже сказать точно о возвращении пророчества, но просто пророчество, оно такое глобальное огромное явление, да, что, скажем, да, он здесь говорит о каком-то конкретном моменте, да, вот, он говорит о том, что Тора будет раскрываться людям с небес, как некоторая данность, у каждого будет свой прямой диалог со Всевышним, и человеку не нужно будет учиться человека, он будет учиться у Всевышнего. Опять же, нужно... я не могу здесь ответить, говорит ли он напрямую о том, что именно так и будет, или он дает какой-то образ, как часто дает Ишаягу образы, как говорит он, да, что волк будет лежать с овцой, да, и Рамбам поясняет, что это не волк буквально, не отца, буквально, это речь идет о характере людей, когда вражда между людьми закончится. Возможно, здесь о чем-то Ишаягу говорит, Иеремиягу говорит о чем-то похожем, да, что людям будет должна дана помощь свыше, у каждого будет какое-то свое понимание Торы, значит ли это, что вообще никто не будет обращаться к мудрецам, и ни у кого не будет учителей, я не знаю, да, трудно сказать, вот, я планировал с вами скоро перейти к Иеремиягу, можем там подумать и порассуждать на эту тему. Спасибо, Розе, будем ждать. Можно вопрос дополнительный? Да, пожалуйста, да. По поводу пятого стакана, когда это возникло все-таки приход именно пророка перед приходом Машиеха, когда это возникло, во времена Резалия или когда? во-первых, это, скажем, да, нет, во времена, я не знаю, мне трудно сказать, я не помню, могу ошибаться, но не помню, чтобы у Резалия была такая трактовка пятого бокала, когда эта трактовка возникла, и когда возник обычай открывать дверь или ягу, мне трудно сказать, пятый бокал обычаи, пятого бокала, он есть не во всех годах, да, есть целый ряд сифарских общин, где пятый бокал пьют, да, почему? Потому что мы знаем, что есть арбалашнот шельгеуна, есть четыре выражения, которые говорят об освобождении, и есть пятое, пятое выражение, которое как бы не отмечено бокалом в нотате «Я дам вам землю», да, это пятое выражение освобождения, сифарды считают, что нужно пить этот бокал, вот, ашкиназы не пьют этот бокал, да, и со временем бывает так, что что-то обрастает какими-то какими-то обычаями, понятиями, да, вот, и все это может быть хорошо, но из этого трудно что-то выучить, да, пятый бокал это о даровании земли, да, вот, а то, что придет Ильяву и решит спор о пятом бокале, это как бы народное творчество или миф по творчеству. Агада, да? Все-таки он взят на небо. Это не Агада. Это исключительный случай, он взят на небо, видимо, для последующего, для будущего предсказания, или как? Я не знаю, как. даже машине удостоился. Ну, смотрите, мне кажется, что это не совсем правильно, поднимать все вопросы сразу, да, вот, скажем, разбирать свойства Ильяву очень, очень трудно, его роль, да, место этому разговору в книге Малахим Бет, и я как раз с бомбой и помощью, я сейчас ее заканчиваю в самом конце, вот, я надеюсь, выпустить, там можно будет посмотреть свойства Ильяву, в чем его особенность, в чем даже Ильиша не смог его достичь, какая его роль, чем он отличается от Машей и так далее, это все можно будет там разобрать. Мне просто, я не вупрек вам, спасибо Бог, просто мне трудно развернуть сейчас все эти темы. То есть, бывают разные обычаи, разные посылки, да, скажем, пятый вокал, это Ильягу придет решить спор о пятом бокале, да, по-моему, ну, на шутку говорили, Авдрия Бесоцкий уже решил этот спор, он сказал так, что, уже если я чего решил, то выпью обязательно. И это очень хорошо подходит к пятому бокалу. Почти пророк. Да, вот, это хорошо подходит к пятому бокалу, который посвящен на самом деле дарованию земли, вот, и, конечно, его нужно пить, на мой взгляд, это правильный, правильный обычай. И все-таки вот, знаете, вот об источниках пророчества, то есть пророчество в таком еврейском стиле, это все-таки специфика именно иудаизма, чисто, а остальные типа Ньютона это чистый прогноз, то есть это аналитика, очевидно, все-таки, то есть это экстраполяция прошлого опыта, очевидно. Мне очень трудно, очень трудно ответить на этот вопрос о природе пророчества, единственное, что я могу еще, сказать, к этому вернуться, что если у народов мира есть пророки, то, скажем, то они больше, то они не могут проникнуть в ту глубину, в которую проникают наши пророки, они не могут так обратиться к людям, как обращаются наши пророки, да, вот, и доказательством этого является то, что книги пророков Танах переведен на все языки мира, практически на все языки мира выдержал столько изданий, сколько не выдержала ни одна другая книга, да, а в то время как, если вы хотите взять Ньютон, его исследование относительно книги Даниэля, да, то, что он думал, что это будет его основным трудом жизни, это трудно где-либо найти, кроме как в библиотеках, да, вот, то есть как бы жизнь, она сама за себя говорит, жизнь как бы утверждает критерии, и вот критерии особенностей пророков, их как бы особого разговора с людьми, то, что они затрагивают душу, свидетельствует о том, что так или иначе это чувствуют люди, и издание этих книг, оно несравнимо с изданием любых других книг. Хорошо. Розеев, а вы не планируете, нет у вас такого желания, вот, вы упомянули сегодня книгу Равана Зира, ну, как бы эту книгу изучить. И я вам скажу, я вам скажу, это труд, который не имеет смысл, как многие книги не имеют смысл читать на занятиях подряд, да, вот, и от меня бы это потребовало огромной подготовки, вот, для того, чтобы это как бы обобщить, упростить и понять то, что я там не понимаю до сих пор, вот, я просто не берусь за, не берусь за это дело, да, вот, скажем, я думаю, что мы как-то закончим еще немножко темы Ишаягу и перейдем к Иремиягу, да, просто для меня это как бы очень трудно, очень трудно, вот, скажем, взять сходу и как-то свести это каким-то общим понятием, для меня это очень трудно, вот, какие-то вещи я могу рассказать и что-то я оттуда и цитировал для вас, по-моему, да, не знаю, не берусь, вот, хорошо. А еще книга, ну, комментарии к медийным главам Раби Бахья Бен Ашара тоже сложна для изучения? Раби Бахаей вы имеете в виду, да? Я думаю, что, я думаю, что, думаю, что да, да, и вот, значит, я вам, по моему мнению, да, любая книга, любая книга, она, любая книга, любой комментарий сложен для изучения напрямую, просто, нету смысла взять книгу, открыть и читать, да, точно так же, как Талмуда, Гадот Талмуда, Ведрашим, нету смысла это цитировать, все равно это все нужно объяснять и и развертывать, да, вот, ну, я не знаю, как бы, тоже я не берусь, я понимаю, что сейчас очень много вышло книг по-русски с переводом, мне кажется, что в наше время просто переводы, они не имеют почти никакого смысла, просто перевод не имеет никакого смысла, все понятия, все должно быть объяснено и разъяснено, да, можно привести целый ряд примеров, скажем, скажем, из того же Мальбима, который переводит, на что он намекает, на что он указывает, как бы, как одним словом он дает целую картину, да, вот, ну, вот я думаю, как бы, да, думаю, что пойдем дальше к Еремияу, да, я не стал бы... Спасибо вам большое. Ладно, хорошо, вам огромное спасибо за внимание, мы закроем наш форум, вот, я уже с нетерпением жду следующей встречи с вами, да, вот, и я думаю, что, может быть, еще одно-два занятия мы переведем к Еремияу, хорошо. Спасибо, спасибо огромное. Окей, всем спасибо, счастливо, пока, шаббат, шалом, шаббат, шалом. Пока, субтитры, субтитры,